Дух Божий Дух Божий Они ослушались Божьего становления Друзья мои, всего лишь навсего Маленькое непослушание Привело к великой трагедии всего человечества Когда Адам и Ева Вместо того, чтобы доверять Богу на все 100% И делать то, что Бог сказал Мы сегодня пели эту песню Делай, что ты хочешь во мне Я хочу вам сказать, это опасная песня Потому что сегодня после этой песни Не кричите тогда, что у вас что-то не так Бог делает Как раз Он будет делать то, что Он хочет в вас Поэтому просто приготовьтесь К тому, что Бог сделает из вас то, что Он хочет И будет делать в вас то, что Он хочет Но я хочу вам сказать и обратиться Вот к тем людям, кто сегодня впервые Или не рожден свыше Друзья мои, всего лишь навсего Одно непослушание привело к великой трагедии человечества Из-за того, что Ева не послушалась Адам не послушался Бога И от Ева принял вот другую уже заповедь И вкусили от того, что не нужно было им делать От того плода И в итоге потеряли жизнь В итоге потеряли мир с Богом В итоге потеряли само присутствие Божьи И были изгнаны из Демского сада И знаете, друзья мои, Бог не спрятал Демский сад Ну, в смысле, вообще навсегда Он не убрал его, не уничтожил Наоборот, этот Демский сад был приготовлен для человека Но Бог его забрал Потому что там дерево Не только познание добра и зла было Там дерево жизни Дерево жизни, друзья И потому, если бы вкусили бы от древа жизни Адам и Ева Они бы навсегда, навсегда бы поставили печать смертников Печать проклятия Печать, где нет спасения Они бы в вечности остались грешниками И в итоге пошли бы в ад вместе с дьяволом И всеми его слугами Но Бог, мудрый Бог Поэтому Он на время спрятал Знаете, когда дети бывают несовершеннолетними И у них богатые родители И они приготовили им наследство Они понимают, что дать в пять лет Ему это наследство Он его все просто спустит Или неправильно распорядиться им Или накупит себе много-много конфет всяких Наестся ими И еще, не дай Бог, умрет От переедания сладости Что вы думаете? Что если каждый день есть конфеты по пять килограмм Вы думаете, у вас что-то хорошее в жизни будет? Нет Я думаю, это к смерти быстро приведет Это правда Но вы знаете Точно так же Бог понимает Что из-за того, что человек Человечество Адам и Ева Они потеряли Потеряли вот это понимание жизни И отношения с Богом Потеряли вот это чувствование И естественно, поэтому Он взял Эдемский сад на некоторое время Забрал Но Он ожидает всех Кто поверит сегодня В Божью милость В Божью благость В Божью любовь И потом у Бога был план Чтобы человек не погиб Чтобы человек не был повержен рабством греха Он создал план От самого начала Чтобы спасти человека И вернуть его домой Чтобы человек вошел в свое наследие В свое наследство То, что Бог приготовил для него Это самое лучшее Ни одни наследства этого мира Ни одни богатейшие люди Не могут дать то, что находится у Бога Для человека Там нет боли Нет страданий Кто из вас в жизни переживал страдания? Поднимите руку Ну, кто не поднял руку Тот просто либо не захотел Поленился, либо слукавил Мы все переживаем страдания в жизни Но там, друзья мои В том месте, которое Бог приготовил Нет страданий Нет боли Нет мучений Никто тебя не киданет там Аллилуйя Откровение для кого-то Никто тебя не кинет, друзья мои Но во всем Самое лучшее Забота о человеке О венце Божьего творения И вот дьявол обманул человек И тем, что есть в этом мире Какими-то прелестями Он пытается привлечь людей К тому, чтобы они попытались Насладиться здесь в этой жизни Но то наслаждение, которое дьявол дает Оно временное И оно со временем начинает убивать Знаете, когда дьявол кому-то предлагал наркотик Все выглядело красиво Безоблачно Как будто ты на каком-то небе находишься Так говорили Но через какое-то время Ты понимаешь, что ты умираешь Причем не просто умершь Конкретно, твое тело распадается И выхода нет из этого Кроме одного Который Бог указал И поэтому Бог так возлюбил этот мир Что отдал Сына Своего Единственного Чтобы всякий, кто поверит в Него Не погиб, но имел жизнь вечную Бог не послал Своего Сына Судить мир Он не послал судить тебя за те дела Которые ты делал Он не послал судить тебя за те грехи Которые ты делал А Слово Божие говорит Что все люди согрешили Все Все до одного неправедны И все лишены славы Божьей Вот почему человек лишен Божьей славы Потому что он согрешил Но Бог послал Своего Сына Не судить мир А спасти мир Поэтому Иисус Родившийся Деву Марии на этой земле Он был как стопроцентный Бог Но на землю он пришел Как стопроцентный человек Прожил эту жизнь на этой земле И где-то в 33 года Он отдал свою жизнь На позорную смерть Когда забрал все наши грехи Он взял их на себя Послушайте Что отличало всех людей от Иисуса То, что Иисус на этой земле Ни разу не согрешил Ни разу не согрешил Он святой, праведный, непорочный Но Слово Божье говорит Что Он взял на Себя наши немощи И понес наши болезни Ранами Его мы исцелились Он был извязлен и мучен За беззаконие наше Наказание мира нашего было на нем И ранами Его мы исцелились Друзья мои Послушайте Иисус забрал Грехи на себя Можно несколько братьев? Паша, Миша Ну, давай Денис еще Вы не против, если я сейчас Что-то покажу? Давайте сюда поднимемся Чтобы было видно Быстрее, поднимайтесь Когда Иисус Пришел на эту землю Конечно, много Он всего делал Но самым главным назначением Его жизни на земле Было то, чтобы освободить людей От рабства греха Ни один человек Ни один Не мог освободиться от греха Ни один Потому что все были неправедны пред Богом И поэтому Ничья бы, жертва бы Не заплатила бы цену За Божью справедливость Которая гласит Возмездие за грех смерть То есть, другими словами, друзья мои Наши грехи Они должны нас привести В смерть Или же в ад Это приговор Но Бог Дал шанс Человеку Когда Он живет На этой земле И поэтому Иисус пришел И Он забрал на Себя Все наши грехи Всех людей Каждого человека Он пришел к Денице Давайте представим Что вот эта одежда Верхняя на них Это груз Который давит Можно расстегнуть Собрать Я думаю, вы выглядите Хорошо сегодня Хорошо выглядите И вот Он подошел к Деницу И Денис понимал Что он не может освободиться От греха И уже запутался в жизни Но Иисус пришел в его жизнь Говорит, я снимаю с тебя Время греха Отдай его мне Вешай на меня И Иисус снял с него время И взял его на себя Потом подошел К Павлу Не, ладно, давай сначала К Михаилу У тебя больше пиджак просто Его грехи тяжелее Он подошел к Михаилу Говорит Михаил Сколько тебе уже мучат Хочешь быть свободным Отдай мне Свое время Ага А что там конвертик Какой-то вижу Неплохо Покажу Вы знаете, ребята Что я с этим уйду И подошел к Павлу И говорит Павел Ты же хотел жить Счастливой жизнью Правда? Моё Настолько Жизнь потрепала тебя Если хочешь быть свободным Отдай свое время И вот то, что сделал Иисус Слушайте, чувствую Три пиджака тяжеловато уже Но четыре Это с моим Я серьезно говорю Я прямо сейчас Буквально три пиджака Но я чувствую Такой груст на своих плечах Вот что сделал Иисус Каждым Кто поверит в Него Но скажите мне, пожалуйста Могли бы эти люди Освободиться От этого бремени Если бы они не поверили Моим словам Но когда они поверили Что они сделали? Они отдали То бремя Которое мучило И давило Потому что они понимали Что сами Справиться с этим не могут И вот почему Когда Иисус Умирал позорной смерти Он взял на себя Грехи всего мира Каждого человека Взял грехи на себя То есть сегодня люди В этом мире Не знающие Иисуса Ходят под бременем греха Но Иисус уже забрал Единственное, что им нужно сделать Добровольно Отдать Ему Поверив В Его Слово Отдать Ему Свои грехи Поэтому Иисус забрал И когда его пригвозили Ко Христу, друзья мои Иисус Христос Умирал с этим бременем То есть наши грехи Все были пригвождены Ко Христу Через Иисуса Христа Поэтому теперь Всякий, кто поверит В Иисуса Христа Тот свободен И Ему открывается Путь В жизнь Вечную Путь В то наследство Которое Бог Приготовил Для Него И которое ожидает Его Самое лучшее Неувядающее Вечное Наследство Небес Наследство Рая Братья, можете забирать Они уже Они уже освящены Тяжелое бремя ваше Слава Иисусу Аллилуйя Поэтому, друзья мои Иисус умер За грехи людей Но в третий день Воскрес Поэтому Иисуса Не нашли в могиле Спасибо, братья Давайте поаплодируем Нашим братьям Слава Господу Иисуса нет в могиле Друзья мои Бог Отец Воскресил Его Из мертвых Но Он сказал Теперь Всякий Кто верует В Меня Тот будет иметь Жизнь вечную Всякий Кто откроет Своё сердце И исповедует Свои грехи И примет Иисуса Христа Как своего Господа и Спасителя Отдаст Это бремя Греха Христу Тот будет Спасен Всякий, друзья мои Нет отличия Богатый Бедный Нет отличия Чем ты занимаешься Какой ты национальности В какой ты стране живешь Не имеет значения Имеет значение только одно Если ты слышишь Слово Божье Если ты слышишь Призыв в свою жизнь И ты хочешь Изменить свою судьбу И свою жизнь Тогда это время пришло Твоё время Сегодня Не завтра Не послезавтра А именно сейчас Твоё время Чтобы обрести спасение И вечную жизнь Давайте мы все поднимемся, друзья Сейчас особенное время Для тех, кто не знает Иисуса Христа Поэтому молитесь, пожалуйста Верующие И Молитесь об этом Потому что это особенное время Поэтому я хочу обратиться К тем, кто сегодня впервые Или вы не впервые Но вы не рождены свыше Вы не отдали ещё своё бремя Иисусу Христу Я сегодня даю вам этот шанс Сделать это со мной В этой молитве Чтобы принять Христа В свою жизнь Как Господа и Спасителя Им изменить образ Своей жизни Иначе следовать за Христом Если это вы Вы на этом месте Вы сегодня впервые Или вы не впервые И вам нужен Иисус Поднимите ваши руки Я хочу молиться вместе с вами Кто эти люди Кто сегодня впервые Или не впервые Но вам нужен Иисус Христос И вы хотите Молиться этой молитвой Чтобы примириться с Богом Поэтому если вы здесь На этом месте Помашите мне рукой Я хочу помолиться Вместе с вами Слава Господу Я вижу вас Я вижу вас Кто ещё, друзья Кто ещё Я даю этот шанс Эту возможность сегодня Открыть своё сердце Для Христа Отдать бремя греха Иисусу Потому что Нет другого имени Под небом Данного человеком Которым надлежало бы Нам спастись Только Иисус Есть путь ко спасению И жизнь вечная Поэтому кто ещё Хотел бы сегодня Отдать свою жизнь Христу Кто этот человек Есть ещё кто-то Кто готов Помахать мне И примириться с Богом Хорошо Тогда Прямо там на месте Вы можете помолиться Этой молитвой Я хочу помолиться Сейчас с вами Вот те кто поднял руку И кто не поднял Вы Может быть Сомневаетесь И где-то Переживаете о чём-то Как посмотрят на вас люди Не бойтесь Иисус Иисус принял Постромление Постыдную смерть И Он не смотрел На то Как кто будет смотреть И поэтому Сегодня Не важно То что тебе Может быть стыдно Или ещё Какие-то Моменты в твоей жизни Что ты не поднял руку Но знай Этот призыв был Для тебя И сейчас У тебя также Есть шанс И эта возможность Отдать свою жизнь Христу Примириться с Богом Попросить прощения За все грехи И для этого Не нужно их все Перечислять Но просто отдай Свою жизнь Иисусу Доверься Господу И Бог примет тебя Давайте мы все Склоним наши головы Те кто поднимал руку И кто не поднимал Но вы не знаете Иисуса Вы сегодня впервые здесь Или же не впервые Но не рождены свыше Прямо сейчас Молитесь с нами Вместе с этой молитвой Скажите Дорогой Небесный Отец Я прихожу к тебе Веря в твоего Сына И Иисуса Христа Который отдал свою жизнь За меня И я прошу тебя Дорогой Иисус Войди в мою жизнь Стань моим Господом Спаси мою душу Я отдаю все мои грехи Я верю Я верю что ты прощаешь меня Я верю в милость твою И в твою доброту И я прошу тебя Возьми меня Таким какой я есть Измени меня И поведи меня По этой жизни Но уже с тобой Держа меня за руку Я верю Что ты простил меня И дал мне вечную жизнь И я благодарю тебя За этот дар Вечной жизни Для меня Мой дорогой Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Аллилуйя Слава Господу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!